Сегодня у нас 28 сентября 2024 год. Вот мы съездили к брату Андрею Устинову тоже. Книги отвезли, Игорь Тихонович издал с Божьей помощью, с братьями и со всеми. А сейчас пришли к брату Игорю Барабашу, Игорю Александровичу, всей его семье. Тут у них кошечки гуляют, вот она, хорошая кошечка, вот еще одна кошечка. Боже милости быть не грешным, тогда Даме Господи, помяло, исчезайся грешим, Господи, прости не грешим, помяло. Мир дома всему. Миром принимаем. Покажи, где можно стол. Это маленький стол, побольше надо, или на диване, где места хватает. Ну вот кухонный. Во! Помоги мне. Помоги мне. Вот так. Мы все это распределили. Вот так. Это вот первый, там второй. Ну сейчас посмотрим, как это. Это пятый. А вот это надо разрезать. А, нет. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Теперь нужно маленечко вот этот надо рвать, чтобы показать хотя бы, как оно устроено. Аккуратненько, тащу, чуть-чуть надо рвать, а дальше оно снимается. Все. Это второй, который там более прочный. Он снимается. Это каждая именно клиза. Ну сделано вообще отлично. Вот так. Ну может и другие раскрою еще несколько. Уже дома они. Так, кто будет спрашивать, приобретать, скажет 16600. Вам подарок. Три, четыре, пять. Там первая. Шесть, семь. И вот каждая под цвет. Это все сделано. В каждой 112 страниц фотографий цветных, какие есть. Вот они. С закладкой. Во, сразу увидал. Это самой-то ей как понравится. Так где она, у тебя? Нету, перевязка идет. Ага. Ну главное это. Больше пусть в интернет смотрит там, что какие есть. Ну, вот так. Ну, спасибо. Спасибо. И дальше. На брат этой стороне сколько еще? Кто что говорил? Вот. И вот, прочитай, что написано. Вот это. В народе живущем далеко на севере появится маленький человек, который станет учить людей любви и сочувствия, но вокруг него будет много лицемеров, поэтому ему будет очень трудно. Никто из тех лицемеров и знать не захочет, что такое истинная благодать, но от того человека останутся мудрые книги и все сказанные им слова, и позднее люди увидят, что обманывали себя. Митар Тарабичи, 899-е. Вот когда было. И тут кто, что, когда сказал, допустим, здесь сказал кто. Вот, прочитай тоже дальше. Подобно тому, как древнему Израилю посылает Господь судей и пророков, так и в церкви своей в моменты чрезвычайной он обычно посылает людей исключительной благодатной одаренности, как бы пророков, сильных духом и верою, не имея официального назначения. Не имея официального назначения. То есть ни священник, ни декор, никто. Эти люди самим делом воздвигаются из общей массы и становятся предводителями других. Но это производство предводительства не имеет официального характера, не являются остановленной в церкви должностью и не всегда держатся служебных рамок. То есть в священстве все названия, все отпадают. И дальше что? Как и всякое пророчество, оно и есть личный подвиг таких людей, делая их личной внутренней духовной предприимчивости и ревности о Боге и Церкви Божией. Митрополит Сергий Строгородский. Вот он сидит. Не то, что там человек думает о себе, а как Господь показал людям. А так это или не так? Ну, мне все это писали об этом и так и поместили. И вот когда будешь смотреть, ты еще сколько тут выгляжешь? Тут ответы какие были? Посмотри-ка, сейчас подожди, второе. Это кто? Вот это что написано? Нет, это дата. 16, 26 февраля. Еще там? Вот это вот отсюда. Из письма председателю Алтайского краевого законодательного собрания Назарчуку от Совета ректоров высших учебных заведений Алтая. Вот как. Много лет Игнатий Тихоновичу идет занятие по ордодоксальному православному толкованию Священного Писания. Многочисленные его встречи с молодежью, людьми зрелого возраста, с военнослужащими, с теми, кто приступил закон. За всем этим бескорыстная, человеколюбивая позиция Лапкина, искреннее стремление возродить в людях исконно русские православные качества доброты, любви, законопослушания, уважительного отношения друг к другу. Особого внимания и всяческого одобрения заслуживает работа Лапкина с обездонленными детьми. Его известная на весь мир потеряевка, центр сосредоточения праведности, милосердия и боголюбия, яркое и убедительное доказательство сказанному. Совет ректоров. 98-й год. Совет не ректор один, а ректоров. Ходотайствует. И везде воздействует, ты увидишь, сколько ходотайствует. Это что, кто? Игумен Кирилл Сахаров. Сахаров, и что? Член Союза писателей России. Ну, ты дальше узнаешь. Положи. Где что? Московский патриархат, студенческий журнал «Покров» Барнаульской духовной семинарии, 2016 год. Миссионерская практика Лапкина вызывает разную реакцию. Однако можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и апологистическим трудам к православной вере пришли тысячи людей. Доктор богословия, кандидат исторических наук, профессор и кафедры истории церкви Черновицкого православного богословского института, настоятель храма Лукино-Риска, священник Павел Бочков. То есть, вот кто говорит об этом? Вот, это мы уже смотрели. И в каждой книге, вот какие отзывы, откуда, а как называется, смотри. Даже вот так она стоит у тебя сразу. Ну все, храните, спасайтесь. Знаете, что вы для нас очень и очень дороги, особенно сейчас в этом положении. Сестер, скажи, в интернете поищите, питание менять надо. Я вот меняю сколько-то, занимаюсь какой-то гимнастикой, у меня есть одновременно шесть болезней на меня вошло. Две с летальным исходом, это врачи говорят. И практически от всего отгребцы. Еженевно делаю гимнастику, еженевно молитва и питание. Питание очень много значит. Вот коров закололи, и ноги дали, и теперь разрубили там эти кости. И там бульон делают. Я в рот не брал мясо, а тут не мясо, а миновар. Варить надо там 12 или 24 часа. И вот это вот так, туда уже так, добавлять какую-то пищу. Я теперь хожу, у меня не скрипит. Я хожу без всяких палочек. Милости Божие. Так что, сестре, скажи, я хотел у нее там набрать, но у вас интернет есть. Ладно, поищем, хорошо. Да. Давайте помолимся. Поплагодари Господу. Господи Божий наш, слава Тебе. Поблагодарим Тебя за милости Твои, которые Ты оказываешь нам. Продли жизнь Игнатию, протерею Акиму, ведущих нас ко спасению. Господи Божий наш, исцели и подними отодра болезни. Сестру, Тебе слава, честь и поклонение истинному Христу Богу нашему веки веков. Аккуратненько так вот отрежь, никому не даваясь дома. Они в комплекте. И вот здесь вот, когда последний том, это все как-то праг, плаг российский. Рождается человек, думает о небе. И Царство Небесное. Вот откуда. 20 глава, 11 стих. И у великий белый престол, сидящий на нем. А это уже плоды, плоды, какие в этом попадают. И вот, когда будешь считать, на все обрати внимание. И на цветы. Тут нельзя открыть еще где-то. Храни все и храни себя. Будь аккуратен с техникой, чтобы нигде не лезли. Ну, видишь, как бывает там. А я не знал там ваши крылья. Ну, ударит, эту голову снесет. У нас был один, я его зацепила. Да он не растерялся, руку рванул и до плеча вырвал. И сделали, но остался живой. Лева такой был. Так, все. Сестре поклон. Скажите, что мы им помним не только днем, но и ночью. Вот так. Аллилуйя. Слава тебе.